Всем привет! С вами я, Лев, и это канал Good Boots. Что ж, на один ролик мы из хороших бутс превращаемся в хорошие футзалки. Так, ладно, с шутками точно мне пора заканчивать. Вот такая кипа футзалок у меня появилась, которую мы сегодня с вами и обсудим. Это мой первый большой ролик про футзалки, и я буду очень благодарен, если вам понравится. Давайте не будем тянуть, мы начинаем! Что ж, я считаю, что лучше всего начать обзор с непоколюбимой классики, которая просто взрывает этот футзальный мир. Это, конечно же, Джома или Хома Топфлекс. Но не простые топфлексы, а на подошве Ребаунд. Безусловно, эта модель выпускается уже, ну, очень давно, а версия Ребаунд уже выпускается около 5-6 лет. Однако, это мои первые личные топфлексы, в которых я провел много тренировок и игр. С точки зрения материала верха, это все та же натуральнейшая, приятная, телячья кожа, которая разбивается спустя одну-две тренировки и сливается с вашей ногой. Кожа имеет разную плотность и текстуру в зависимости от того, где она расположена на бутсах. В носочной части, как вы понимаете, она самая мягкая. И на самом деле, я немного испугался, когда взял две бутсы в руки и увидел то, что в носочных частях кожа у них абсолютно разная. То есть, на левой ноге даже текстура отличается от правой. Помимо кожи, здесь также используется натуральный нубук, который расположен в передней части бутс. И он хорошенько так заходит на внутреннюю часть бутс. Ну и в пяточной части также расположена нубуковая вставка, на которой набита нитками топфлекс. Этой частью стопы приятно бить по мячу, правда этот нубук, ну очень быстро убивается. Также на носке мы можем увидеть пластиковую накладку, чтобы вы могли бить с носка как следует. Да и в целом, материал верха огонь, ничего плохого у меня с ним не произошло, ничего нигде не порвалось, не надорвалось. Кожа отлично разбилась под мою стопу и приятно чувствовался мяч через этот материал верха. Язычок у модели самый обыкновенный, здесь используется синтетика, которая также применяется и в задней части бутс, но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Приятно было то, что язычок никуда не смещался, как это обычно происходит на футзальных моделях с классическим язычком. Ну и как раз через язычковую часть проходил воздух. Но я бы не сказал, что у меня нога как-то сильно жарилась в этих футзалках, хотя когда я доставал ногу спустя тренировку, у меня, конечно же, носок был полностью потный. Но жарка в них почему-то не было, это очень странно. Шнуровка здесь имеет максимально классический вид, прямая шнуровка, целеустремленная такая. Единственное, что мне не нравятся тут шнурки. Они хорошей длины, они сами по себе крепкие, но почему такая ширина и почему они постоянно перематываются, мне вот это вот непонятно. Я бы заменил на какие-то шнурки классом повыше. И еще касаемо шнуровки, тут присутствуют дополнительные отверстия для того, чтобы лучше затягивать голеностопную часть. Ну или же, если для вас слишком длинны шнурки, вы бы могли продеть еще в одни отверстия и еще как можно лучше зафиксировать вашу стопу. Пяточная часть у нас имеет внутренний каркас, который в меру твердый, но и при этом никак вам не давит из-за своей дикой твердости. Имеются надкладки из синтетики и ткани, а также здесь расположена как раз нубуковая вставка с нашивкой топфлекс. Пятка очень приятно встает и облегает ногу, при этом никаких левых движений и никаких скольжений стопы внутри бутс в районе пятки я не почувствовал. А внутри пятка у нас вообще состоит из двух тканей. Это оранжевая ткань, которая более мягкая и более гладкая, как раз для вашего комфорта в основной части пятки. Ну и темно-синяя шершавая часть ткани, которая по сути могла бы стабилизировать вашу стопу, но по факту, сами понимаете, эффект от этого мизерный. Что же касается подошвы, то подошва как раз и является основной фишкой данной модели, почему и есть в названии ребаунд. Состоит она из двух пен. Это как раз оранжевой, более упругой и устойчивой пены для стабилизации. И белой пены ребаунд, которая обеспечивает основную мягкость. Оранжевая пена отлично стабилизирует стопу и она расположена по всей части подошвы. Это можно заметить по протектору, например. А белая пена ребаунд обеспечивает ту самую мягкость, при которой вы не можете просто пробить их как следует. Ну я, например, со своими 75 килограммами это не смог сделать и пятка у меня просто кайфовала в этих футзалках. И да, я думаю, вы все прекрасно заметили сходство с технологией Boost от Adidas, где используется по сути тот же материал. Копировали ли джомы это специально, не знаю, но все равно это работает здорово, чего уж предъявлять-то. Протектор у нас сделан по технологии Durability. Это специальная резина, которая является более прочным аналогом обычной резины, при этом более износостойкая она получается, из-за чего, например, если вы будете играть долго-долго в них, или, например, даже на улице будете играть, протектор не будет так быстро стираться. Но лично по моим ощущениям, с точки зрения стабильности и каких-то проскальзываний, были, конечно, такие себе моменты. Буквально 5-10 минут побегать в зале и все, они начинают скользить, поэтому их приходится постоянно протирать. А в остальном же интересный рисунок с использованием шестигранников и елочек, из-за чего и происходит хорошая стабилизация на какое-то время. Но я все-таки играл по большей части в пыльных залах, наверное, если бы я играл в чистых залах, таких бы проблем не было. Касаемо стельки, ничего плохого также сказать не могу, как и ничего хорошего. Это обычная, ну, средняя стелька с небольшой поддержкой, средней толщиной. Ну и также, если мы переворачиваем стельку, здесь куча всяких интересных надписей по типу Respect Sports, твоего размера и так далее. Ну, стелька как стелька, ничего сверхъестественного. Ну вот что меня напугало, это внутрянка, какой-то непонятный оранжевый каркас, который налегает на материал внутренний. Это все выглядит немножко странно, ну, хотя, если это закрыть стелькой, так-то и не бросается в глаза. Но топфлексы не так идеальны, как хотелось бы, и давайте поговорим о их главном минусе. И главный минус заключается в их качестве. Я честно вам говорю, когда я брал у своих знакомых, друзей, футзалки эти поддержать, я всегда видел, как они качественно и круто сделаны. Никаких следов клея, никаких ниток, никаких вообще в принципе проблем. А тут ко мне приехала пара, оригинальная пара, и я даже испугался и заволновался. Я стал спрашивать у подписчиков, а так ли должны выглядеть оригинальные топфлексы. И мне все ответили хором, да, лёва, у тебя оригинал. Просто проблемы с качеством. И невооруженным взглядом ты видишь следы клея на носке, ты видишь следы клея на подошве. Какая-то дурацкая проклейка, но при этом, когда ты начинаешь бегать в футзалках, ты про это забываешь, и всё. Они тебя не подводят, ничего нигде не лезет больше. Ты отрезал лишние нитки, отрезал там ещё что-то, как-то вот так забил на это болт, грубо говоря, на клей, да, и всё. И ты нормально с этим живёшь, и они у тебя отлично держатся. За два месяца тестов у меня с ними ничего критичного не произошло, и я этому безумно рад. Хотя, конечно, визуально это всё дело очень некрасиво выглядит. Ну и да, вы, наверное, заметили, у меня вот эта наклеечка, то, что здесь используется натуральная кожа, также отклеивается. Это выглядит некрасиво, пожалуй, надо будет её оторвать. В остальном же отличные футзалки. Это моя сейчас основная футзальная обувь, и я этому искренне рад. Хотя, опять же, качество меня не очень устраивает. И да, эта модель хорошо подходит на среднюю и широкую стопу, а также, ребятам, у кого средний и высокий подъём. Отличная модель, хорошо разбивается, ну и стоит демократично вообще в разных магазинах, в том числе и в спортмастере. Можно уцепить за 5-6 тысяч рублей, начиная вот от этого ценника, ну или же в интернет-магазинах, там можно найти и подешевле. Итак, следующее, про кого мы поговорим, это Demix Sala Pro, и мы выясним, почему же они называются Pro, и вообще, профессиональная ли эта модель. Demix начал действовать с низов и потихоньку подтягивает профессионалов именно из мини-футзала. И я видел, что много профессиональных футболистов бегают в этой модели. Типа, реально? Они настолько хороши? По материалу верха здесь используется натуральная замша, и это видно на самом деле, и особенно очень круто то, что текстура, например, в районе шнуровки отличается от той, что используется в основной части бутса, именно в носочной части. В части шнуровки она более ворсистая, и это прям чувствуется, и она прям очень приятная такая на ощупь. А в носочной части более гладкая и тонкая, как раз для того, чтобы вы хорошо чувствовали и контролировали мяч. Проблем с материалом у меня никаких не было, за исключением того, что, ну, с точки зрения износостойкости и того, как скоро придет материал в негодность, понятное дело, он практически спустя неделю у вас придет просто в труху и не будет таким красивым, как он был из коробки. Перфорация, как вы понимаете, фейковая, и на самом деле это очень печально, потому что нога как в печке, я вам серьезно говорю. Спустя 10 минут вы уже понимаете, что как-то пахнет жареным. Также по бокам бутс используется материал искусственная кожа, которая, ну, такого себе качества, и синтетическая такая ткань, которая также не вентилируется и не пропускает воздуха. Ну и вы, соответственно, сгораете внутри этих футзалов. Мне не очень нравится поддержка боковых частей бутс, потому что, когда ты надеваешь эти бутсы, ты чувствуешь себя, ну, слишком свободно. И как бы ты не затягивал шнурки, все равно эта свобода чувствуется. Я бы хотел здесь что-то попрочнее, ну, например, та же, ну, буковая вставка, да, натуральная замша, выглядела бы тут поинтереснее. На носке имеется пластиковая вставка как раз для ударов с носка. Значок натуральности кожи, чтобы вы понимали, что реально тут используются натуральные материалы. Да и в целом материал верха, ну, оставляет очень двоякие впечатления, потому что качество исполнения замши натуральной, ну, отличное. Мне дико понравилось. Но с другой стороны, почему это так все работает? В том плане, что огромная свобода, ну, об этом мы поговорим позднее, почему такая свобода внутри футзалов. Почему не решили закрывать полностью натуральный замшей, а решили прибегнуть к более дешевым материалам? Ведь это профессиональная модель. Вопросики закрадываются, но давайте поговорим об этом дальше. Язычок и шнуровка максимально также классические для футзалок. Устремленная шнуровка, здесь как раз используются хорошие шнурки, но проблема их заключается в том, что они, ну, очень длинные. Посмотрите на это сами, и у меня еще отверстий-то практически не остается под них. Язычок сделан из той же синтетики, что и боковые части бутс, правда, чуть-чуть помягче. И меня бесит этот язычок тем, что он постоянно смещается на внешнюю сторону бутс, и у него нет никакой петельки для шнуровки, из-за чего он не держит форму и постоянно падает вниз. Ну, такое себе. На шнуровке используются три дополнительных отверстия для максимального затягивания голеностопа, и где-то мы это уже видели. Ну, и в целом, вот эта вот часть бутс вышла немного средней, более кроссовочной, что ли. К пятке появляются больше всего претензий в этой модели, потому что она со временем начинает терять форму. Безусловно, она очень хорошо деформируется, и со временем она, правда, у вас убьется и придет в негодность. Это, конечно, печально. Здесь используются также накладки из синтетики искусственной кожи и также замшевой нубуковой части, где расположен логотип Demix. А еще тут используются какие-то непонятные числа и циферки табло. Зачем? Отсылка? Непонятно. Внутри же, вот главная моя претензия, здесь используется синтетика ублюдочная, которая принимает все катышки, которые у вас есть на носках. Поэтому, если у вас есть какие-то задрипанные плохие носки, пожалуйста, надевайте и все, вы вытащите без этих катышек, все останется внутри бутса. Как вы сами понимаете, это потом не очень удобно убирается. И вот за пятку на самом деле очень страшно, потому что первые тренировки она вас держит внутри, а потом со временем она начинает гулять, ездить, разнашиваться и потом кранты. Хотите вы этого? Я думаю, не сильно. Подошва у Demix Sala Pro выполнена по тому же принципу, как в Jomo Top Flex имеется сразу два слоя пены. Первый слой синий, он более мягкий и такой податливый, я вам скажу. А белый как раз более упругий. Он расположен по всей площади подошвы. И касаемо того, как я двигался в этих футзалках, чувствовалось, что какое-то здесь кроссовочное прошлое есть. Ну, об этом мы поговорим далее. Хорошая подошва не пробивается, хотя и стелька в этом также помогает. Отличная стелька у Demix Sala Pro с хорошей поддержкой. И такая стелька используется во многих хороших моделях Demix. Ну, так скажем, серьезных. Протектор у нас выполнен вот таким вот образом. И он также похож на модель Jomo Top Flex. Используются треугольные линии, внутри которых используется зигзагообразный приемчик-елочка. И все, это также работает более-менее окей, но только 5 минут. И на самом деле с этим протектором у меня больше всего плохих воспоминаний. Потому что, когда я двигался на футбольном поле, я немного страдал. И этот протектор очень быстро забивался пылью. И что мы имеем в итоге по этой футзальной модели Demix? Имеем мы то, что это не профессиональная модель нифига. Это обычные кроссовки с применением футзальных технологий. Эти футзалки можно поделить на три части. Хорошая часть это носочная часть, где используется натуральная замша. Хорошая накладка на носке. Да и в целом силуэт более-менее ботинка хорошей начинается. Средняя часть футзалок, которая находится в язычке, в шнурках и в боковых частях бутс. Ну, так скажем, средняя она сделана. Ну и третья часть футзалок это пяточная. Вы сами все видите, что с этой пяткой не так. В остальном, знаете, очень сильно раздутый силуэт в прямом смысле этого слова. Когда вы надеваете бутсы, эти футзалки моего размера. И скажу вам сразу, если вы вдруг надумаете их себе покупать, то берите на полразмера, а то и на размер меньше. Потому что эти футзалки, ну, реально огромные. Подходят они под супер широкую стопу и под супер высокий подъем. Поэтому, если у вас такая крупная лапа, то, наверное, это ваш выбор. Да и в целом, я вижу перспективу у этой модели. Но доработайте вот эти минусы и уйдите от копирайта, который здесь явно виден. Они явно вдохновлялись моделью X-Munich. Они явно вдохновлялись моделью Jomo Top Flex замшевой. Вот если вот это все убрать, да, так скажем. Если это все как-то доработать, это был бы отличный силуэт. А в остальном, ну, пока больше кроссовки, чем футзалки, к сожалению. И про моделью это не назвать. Ну, сугубо по моему мнению. Ну и последняя модель на сегодня это Demix Sala Lite. И я в этой модели провел меньше всего времени, поэтому и претензий к ней будет меньше всего. Demix Sala Lite в своем материале вверх использует искусственную кожу, которая находится в носочной части бутс. Она достаточно приятная, разобьется у вас примерно через неделю. И вы будете себя отлично чувствовать в этой модели. По бокам у нас также располагается синтетическая кожа с сеткой, но, к сожалению, она такая же фейковая. Demix, почему нельзя сделать хорошую вентиляцию? Ну и вы сами понимаете, что никакого проветривания внутри нет. И нога здесь натурально жарится, так же, как и в Pro-модели. Язычковая часть сделана из схожей синтетики, что и по бокам. И претензий, на самом деле, к этому месту меньше всего. Здесь практически язычок не смещается на внешнюю сторону стопы. А шнуровка, ну, хорошая шнуровка, шнурки даже лучше, чем в Pro-модели. Но они такие же длинные, и куда их девать, мне лично непонятно. Пяточная часть абсолютно с такой же проблемой, как и Pro-модель. Они деформируются, причем гораздо сильнее, чем в Pro-модели. Здесь нет дополнительных накладок стабилизирующих. А также здесь неприятная такая наждачная синтетика, которая у меня уже начала пушиться. И непонятно, что с ней будет дальше. Ну и внутренний материал абсолютно такой же. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Катышки присутствуют. Подошва в этой модели меня порадовала больше всего. Потому что я ожидал, что, ну, раз лайт, ну, это будет самая худшая подошва. На деле она оказалась чуть ли не самой лучшей. Ну, на уровне с топ-флексами уж точно. И я сейчас говорю не про пену, которая здесь, ну, посредственная. Она сразу же оставляет заломы в пяточной части. И легче всего ее пробить. Вот если просто попрыгать, уже, ну, не очень приятно чувствуется подошва. А про протектор, в котором используется сразу несколько элементов сцепления. То есть это и кружочек в основной части нагрузки, передней части стопы, и елочка, и треугольнички. И вообще она хорошая. Она только спустя 20 минут у меня забилась. Но все равно ее приходится протирать, к сожалению. Но в чистых залах она работает на ура. Я в этом уверен. Ну и да, про пену мы реально мало поговорили. Такая себе эва, твердая, пробивается очень легко. И вообще в плане амортизации, ну, такое среднее. Стелька, как вы понимаете, абсолютно такая же, как и в Pro модели. Касаемо претензий к данной модели, у меня их практически нет. Кроме за исключением подошвы и пятки. Вы это все сами прекрасно понимаете. В остальном же, наверное, тысячи за две, за три можно было бы взять такой вариант. Но они стоят около 4-5 тысяч рублей. Если с бонусами, ну, потянет. А в остальном же, ну, спорное решение, ребята. Но все-таки без главного минуса мы не уйдем от этой модели. Это, конечно же, копирайт. Ну, почему, почему, Демикс, вы копируете под чистую модель Adidas Top Sala? Я не понимаю. Ну, вот все вы скопировали. Сделайте хоть их нормальными. А то вот эта вот пятка, вот эта подошва. Печально это все, Демикс. Давайте, разрабатывайте собственные модели. Хватит заниматься копированием. Ну, и касаемо того, кому подойдет данная модель. Эта модель подойдет на узкую стопу, как следует. На среднюю уже так себе подойдет. Появляется вот этот вот непонятный нос впереди. Ну, и на средний, высокий, да и узкий подъем пойдет как следует. Хотя с узким подъемом, ребята, имейте в виду, что шнурки вам надо брать либо покороче, ну, либо мучаться вот с этими длинными. И какой же можно сделать итог по Демиксам? Демикс, ну, честно, мне не нравится, что вы, ребята, копируете. Ну, делайте свое. Пробуйте, экспериментируйте. Я уверен, что у вас точно получится. То, что вы копируете там кого-то и пытаетесь сделать это своим путем, это получается, видите как? Ну, так себе. Есть дикие проблемы. Вот прям реально дичайшие. А вы зачем-то просто визуальным копированием занимаетесь и к чему это приводит. Ну, сами видите, к чему это все пришло. А в остальном в плане качества я ожидал каких-то проблем. А качество здесь лучше, чем у топ-флексов. Ну, по крайней мере, мне такие футзалки попались, у которых и следов клея практически не видно, и никаких отклеивающихся элементов тут нет. И внутрянка у обеих моделей сделана хорошо, на мое удивление. Поэтому уже в плане качества это вполне себе неплохой продукт. Но в плане реализации и использования это все еще отвратительно. Поэтому давайте будем верить, что Demix когда-нибудь достигнет чего-то подобного. И будет реальным конкурентом за борьбу нормальной футбольной обуви. А на этом все, друзья. С вами был я, Лев, и канал Good Boots. Обязательно пишите в комментариях, как вам обзор футзала, как вам, в принципе, футзалки. Ну и пишите в комментариях, если бы вы хотели видеть еще обзоров на какие-нибудь футзалки. Все нужные ссылки вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на мою телегу. Там я появляюсь чаще всего. Все анонсы видеороликов и многое другое про футбольный мир. Все там. Подписывайтесь. Если вы тут впервые, то не забудьте подписаться на канал, если вам понравилось видео. Ну и лайк влепите и колокольчик, чтобы увидеть все самые интересные новые видео. Ну и все, друзья. Закрываю камеру. Это были обзоры футзалок. Все. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok